Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня вторник, поэтому давайте проанализируем вторую по величине криптовалюты, именно Ethereum. Текущая цена 1966 долларов и 69 центов, то есть чуть ниже психологического уровня 2000 долларов за цифровую монету. Итак, это месячный таймфрейм, хорошо знакомый нам график. Напоминаю, в начале прошлого года был сильный рост, затем в мае сформировался дождь с длинными ногами, коррекция, молот, отскок, сильный рост, новые исторические максимумы. И на месячном таймфрейме мы знаем, что в декабре произошло медвежье поглощение, мы в это время его обсуждали, потом продолжилось вот это снижение, медвежья свеча, маленький отскок, который после вот этого медвежьего поглощения, которое мы увидели в начале месяца, когда медвежья свеча перекрыла своим телом тело предыдущей бычьей свечи. Ну, это медвежий сигнал. Сейчас видно, что продолжается медвежье давление. И здесь рисуется на данный момент медвежья свеча, которая имеет на данный момент максимум ниже предыдущего, и минимум понятно, что как бы то ни поменялась эта свеча до конца месяца, минимум будет ниже предыдущего. Конечно, до конца месяца, еще одна неделя примерно, свеча может поменяться, мы будем следить за графиком, но в данной ситуации, когда после медвежьего поглощения мы имеем медвежью свечу, которая имеет максимум ниже предыдущего, минимум ниже предыдущего, можно сказать, что продолжается медвежье давление, и бычьего сигнала по сути на данный момент нет. Это на месячном таймфрейме. Переходим на weekly, недельный таймфрейм. Итак, недельный таймфрейм, тоже хорошо знакомый нам график, сильный рост в начале прошлого года, коррекция, отскок, условно двойная вершина, мы ее комментировали в это время, движение вниз, отскок, чашка с ручкой, здесь практически эта поддержка не сработала, то есть не было отскока, во время которого цена бы перешагнула предыдущую вершину, и сформировался бы сигнал на покупку, то есть мы в это время это обсуждали, если появится такой сигнал, я показывал, что при этой формации чашка с ручкой заходят практически консервативные инвесторы и трейдеры, на самом деле отскока не было, соответственно, никто не зашел по этой формации, потому что сигнала не было, то есть это обычный подход при трейдинге, мы рассматриваем сценарии трейдеры, если там сработает какой-то сценарий, появится сигнал, открываю сделку, например, я, если этот сценарий не разыгрывается, например, идет все по-другому, сигнал не появляется, я остаюсь наблюдателем, если так могу сказать, итак, поэтому давайте пойдем дальше, соответственно, вот он свечной график, самая интересная часть графика на данный момент, это мы знаем, что после вот этого доджа с длинными ногами началась коррекция, здесь маленький зигзаг, пауза, отскок, мы смогли вовремя зафиксировать вот это медвежье поглощение, и с того момента мы знаем, что это с конца марта, грубо говоря, идет череда из в основном медвежьих свечей, у которых падают максимумы, падают минимумы, я говорю всегда в основном, потому что для кого-то это маленькие там доджи, это не точно медвежьи свечи, ну, логика понятна, падающие максимумы, падающие минимумы, напоминаю, как мы вчера обсуждали на графике биткоина, вот эта свеча имела длинное, практически имела длинная нижняя тень, то есть здесь появляется поддержка, мы чуть попозже поговорим о этой поддержке, она схожая, как и у графика биткоина, я перейду сейчас по всем ключевым таймфреймам и потом к этому нюансу вернемся. Потом нарисовалась маленькая медвежья свеча, да, она имеет максимум ниже предыдущего, но минимум практически впервые вот с того момента остался выше предыдущего, то есть если здесь в конце практически марта, начало апреля возобновилось вот это медвежье давление на уикли, у нас в основном были падающие минимумы, сейчас практически такого не было, то есть этот минимум чуть выше предыдущего. Посмотрим, какова будет текущая свеча, то есть она играет важную роль, я это вчера говорил и на графике биткоина. Если здесь нарисуется обычая свеча, которая допустим своим телом поглотит медвежье тело, хотя бы предыдущие свечи, будет иметь максимум выше предыдущего, то тогда это будет говорить о том, что может быть здесь появляется поддержка и может сформироваться впадина. Ну конечно, если эта свеча будет растягиваться вниз, будет обновлять предыдущие минимумы, но окажется, что здесь было резкое падение, маленькие отскоки, потом возобновляется падение, то есть снова практически возобновится вот это медвежье давление. Поэтому сейчас текущие свечи достаточно важны. Итак, это на уикли. На данный момент все-таки видно, что это медвежья свеча, то есть нужно быть очень аккуратным, нужно практически быть очень внимательным. Дневной таймфрейм. Итак, сразу видно, что график или цена ниже всех трех скользящих средней, то есть это первая 30-дневная, месячная, затем 90-дневная или кварталная или трехмесячная и, конечно, годовая. То есть это для меня сигнал, который говорит о том, что в рынок заходить и открывать длинную позицию – это большой риск. Цена ниже всех трех скользящих средней. Это даже медвежий сигнал для кого-то. Я хочу сказать, что я никогда не открывал короткие позиции, тем более по криптовалютам. Там либо покупаю, либо наблюдаю. То есть, когда цена падает, я точно короткие позиции никогда не буду открывать. Соответственно, и в дополнение хочу здесь показать, что, напомнить, у нас медвежье распределение скользящих средней. Снизу 30-дневная, 90-дневная, годовая. При росте у нас было в основном бычье распределение скользящих средней. Сверху месячная, трехмесячная, годовая. То есть месячная, квартальная, годовая. Сейчас, когда идет некий зигзаг, оптимальный вариант, или самое оптимистичное формирование некого широкого диапазона. То есть где-то, чтобы сформировалась впадина, произошел отскок, и чтобы потом переплелись снова эти три скользящие средней, чтобы они пошли в бок, и чтобы здесь был некий зигзаг на графике. То есть это на данный момент самый оптимистичный сценарий. Соответственно, на данный момент это самый оптимистичный сценарий, но пока мы падаем и нет формирования некого такого, видного дна на первый взгляд, это чисто теоретический сценарий. Не думайте, что я говорю, что вот так пойдет график. Это самый оптимистичный сценарий, если вдруг здесь мы увидим, что формируется дно. На данный момент такого нет. Так что нужно быть очень аккуратным. И четырехчасовой таймфрейм. Что у нас есть? Флаг был когда-то, другой флаг, однако здесь не было выхода из флага, то есть сигнала на покупку не было Движение вниз, нисходящий канал, потом движение вверх, мы зафиксировали вот этот выход Даже видите, здесь мы когда-то говорили, что вот цена может упасть до нижней линии этого восходящего канала И тогда мы, как всегда говорим, от этого канала, если будет отскок, здесь фиксируется где-нибудь сигнал на покупку Трейдеры обычно заходят, хотя это четырехчасовой таймфрейм, это не самый уже надежный таймфрейм Это не дневной, это не weekly, то есть это более такие, ну, краткосрочные, среднесрочные трейдеры Они ставят стоп-лоссы ниже линии канала, так что это такие стратегии, которые более агрессивны, на мой взгляд Мы не говорим здесь о инвестировании, о трейдинге в более такой долгосрочной перспективе То есть сигнала здесь на самом деле нигде не было И цена просто прошла через нижнюю практически линию, через нижнюю границу этого канала И возобновила движение вниз, как дрон, один из наших постоянных участников говорит Тут тоже, получается, нарисовался перевернутый флаг То есть вот он столбик флага, вот он сам по себе флаг Соответственно, да, есть трейдеры, которые пользуются этими перевернутыми флагами Для них это практически выход в сторону флага, то есть в сторону движения вниз И они практически ставят такие цели Но я хочу сказать, я именно перевернутыми флагами здесь не так сильно пользуюсь Потому что еще один раз моя стратегия не рассматривает короткие позиции Только длинные по криптовалютам, даже по акциям, если честно И так далее Соответственно, по этим флагам я не торгую вниз Конечно, я их чисто теоретически наблюдаю, но поэтому их редко рассматриваю Потому что, ну, это для трейдинга практически Когда я вижу, что не срабатывает вот этот канал и идет вниз, я отказываюсь Да, конечно, по сути, это чисто теоретически и практически на графике перевернутый флаг И так, на данный момент видно, что на всех ключевых таймфреймах по моей стратегии То есть по моим техническим анализам нет бычьих сигналов В основном медвежье давление, распродажа или там медвежий сантимент, настрой Кто как хочет, так может его называть И так, у меня на этом все По техническому анализу с чемпс, перейдем к неким ключевым уровням Итак, weekly, недельный таймфрейм, цена падает, цена падает Но предыдущая, практически маленькая свеча, показала, что произошло замедление падения Внутри вот этого медвежьего давления, то есть внутри вот этих распродаж Здесь появилась некая поддержка, минимум не обновил предыдущий минимум Что это значит? Ну, здесь видно, что когда-то была предыдущая впадина Вот она хорошо видна на линейном графике Поэтому чисто теоретически сейчас она играет роль поддержки для цены На самом деле очень схожая практически и график биткоина Мы вчера это обсуждали Тем более, что хочу напомнить, когда-то здесь было бычье поглощение Вот оно, мы его когда-то зафиксировали в это время Тем более, что здесь было и предыдущее бычье поглощение Вот это, вот это, мы это говорили на графике биткоина Я хочу сказать, что я очень рад, что в прошлом году, летом мы вовремя смогли зафиксировать Вот эти потенциальные сигналы, потенциальную впадину Я даже помню, что где-то писал, это было 22-23 июня Многим, что мне кажется, что здесь формируется впадина И это оказалось впадиной Давайте будем надеяться, что сейчас будет формироваться впадина Мы тоже вовремя сможем ее угадать Но на данный момент по свечам мы видим, что тут нет бычьей информации То есть это чисто теоретически может появиться здесь впадина Чисто теоретически, но чисто практически на данный момент К сегодняшнему дню в текущей ситуации нет такого бычьего потенциального разворотного сигнала Да, он может появиться в любое время, но может и не появиться Если появится, я постараюсь сразу его озвучить, если я смогу его заметить Но то, что там есть впадина, это важные уровни, за которыми стоит следить То есть вот она, эта впадина предыдущая Посмотрим, получит ли Ethereum, как и Bitcoin здесь поддержку Если перейти на дневной таймфрейм Здесь хорошо видно, что когда-то было очень много торговли здесь Даже была когда-то двойная впадина Я даже сейчас вспомнил, мы эту двойную впадину обсуждали Движение вверх, движение вниз на 4-часовом таймфрейме Да, да, это уже хорошо помню Вот она практически, грубо говоря, вот эта двойная впадина здесь Движение вверх, тестирование Снизу вверх отскок Возобновление предыдущей вершинки на H4 Мы это обсуждали тогда То есть тогда вообще супер было, что все практически вовремя смогли обсудить На данный момент видно, что пока еще нет ничего позитивного По сравнению с предыдущим летом Посмотрим, все может произойти Но если цена упадет вниз и упадет ниже этой зоны поддержки То уже тогда становится достаточно страшно Или если так могу сказать на русском Становится достаточно опасно Хотя не надо исключать и фальшивые практически прорывы вниз Чтобы некое движение подвело практически медведей, быков Но тот факт, что на данный момент нет ничего бычего и заходить Для меня это с большим риском То есть я пока остаюсь в сторону Каждый уже сам для себя решает Потому что всегда теоретически что-то может казаться потенциальным сценарием Представьте себе, что цена пойдет вниз Тем более, что на данный момент Одни медвежья свечи и на weekly, и на месяц, и на тайм, и на дневнов Если где-то что-то поменяется и улучшится, будет хорошо Но на данный момент этого нет У меня на самом деле на этом все по графику Ethereum Друзья, поделитесь вашим взглядом Кажется, комментарий ниже этого видео А я вам всем желаю отличного дня Удачи на финансовых рынках Здоровья на первом месте И до следующего обзора Спасибо за просмотр Спасибо за просмотр